вот слушайте всем привет ребята мы платим 16 нам подав нас подорожало мы теперь платим 16 200 за наш гараж вот это что такое вот это стоит 16 200 вот очень жалко что я не присутствовал на собрании собственников на собрании как она называлась члена вот этих пар вот эти как они называются там как-то членов чего-то там вот этого вот кооператива гараж ну вот что это такое это 16 200 вот это 16 200 это даже 14 800 как раньше не стоит ну что это такое дорогу то хоть сделают нет я вот увижу председателя я задам посмотреть какие ямы вы посмотрите какие ямы это что такое вообще это нормально так должно быть я в шоке просто вообще шестна вот за что еще хуже дорога чем в прошлый раз смотрите даже ездить невозможность как я ушатали 16 200 охренели совсем что-то как-то мне это очень все это не нравится надеюсь хоть засыпет в этом году жесть какая опять мы какой-то мусор там валяется мусор увечен то это не у меня и думал то у меня пуссор валяется так короче всем еще раз салам я приехал мне надо сейчас загрузить колеса летние я сейчас еду короче менять колодки почему так долго не менял потому что через знакомых еду делать надо было время выждать мне сказали подожди пока сейчас вот не это в общем ну через знакомых лучше все-таки сами из тут есть и что гарантия вот сейчас я перегружу колеса заодно сразу и колеса поменяю я буду здесь потом тем домкратом валяться когда там на подъемнике в жив-вжив четыре колеса снялся но задние колеса снимать какая разница а это колесо потом отдам в шинку потому что что-то она очень сильно спускает мне это не нравится сейчас выгружу все что мне нужно в гараж загружу и погнали короче ехать нам туда в район купчин посмотрел я ребята болты примерил болт он заходит но как-то туговато но там написано м6 меньше не пойдет по размеру я посмотрел больше не надо поэтому я потом буду сейчас я не этим заниматься не буду попробую один колпак поставить и посмотрю будет ли машина ехать или нет вот сейчас я попробую кстати достать колпаки может быть их выставить на продаже купить другие я не знаю посмотреть на но пока ребята вот так ну вроде как заходит но не стану больше уже не нужно то есть вот это вот по идее должно подходить но посмотрим в общем я решил колпаки забрать с собой я посмотрел они покрашены хреново я думаю возьму растворитель всю краску это уберу и покрашу нормально серебрянкой куплю какую-нибудь такую не закон краску такую под металлик и пока а может меня не за надо посмотреть каком они будут состоянии поставка а ее я здесь не поеду я здесь не поеду здесь еще хуже вот вам пожалуйста 16 200 это ужас конечно ребята это просто какой-то тихий трэш это тихий трэш так не должно быть в кооперативе в нашем намутили здесь один ряд перекрыли и ничего не делают такую пробку собрали выходной день это пробка еще по это объездные отсюда лезут вклиниваются думаю что они вот этот кусочек проедут быстрее не хрен их пускать пускай стоят особо умные блин а они замутили здесь ремонт аспальта на трамвайных за а вот именно тогда когда люди поедут на взять какая здесь пробка сейчас будет это хорошо еще не будний день а вы говорите катать весь город какой весь город когда вот это вот кстати я думаю обратно включится по кнопке домой может что-нибудь прилетит она обратно пути мне надо заехать гараж выгрузить резину но если все получится сегодня конечно поменять выгрузить надо будет резину и попробую все не поработать не смотрел даже что там кэф не кэф неделя выходная надо еще как-то выбрать время поехать на дачу и поработать надо потому что следующая неделя тоже короткая вот потом еще оля приедет в гости надо будет еще тоже с ней походить погулять вот поэтому надо поработать хорошо будет ладно посмотрим что как дело пойдет не будем загадывать ничего короче съездил на мойку решил перед этим машину помыть ну чтобы хоть так нибудь не слишком грязная была то неудобно и решил колеса заодно сразу помыть потому что их снимать ну чтобы они уже чистыми были заехал здесь на заправку колесо накачать надо его будет сниму и потом шинку завести посмотреть что там с ним все сзади на дверях наклейки fabia все логотипы все от воды отклеилось ну ребята я говорю машине уже 14 лет так не бывает чтоб ничего все потихонечку начинает сыпаться тут уже никуда не денешься в общем я посмотрел можно так оставить не трогать пускай вообще даже ничего не клеить а есть на озон продаются наклейки ну буковки это эти прямо на ты вот так вот на двухсторонний скотч потом отклеиваешь принципе 600 рублей надо оно мне я не знаю может потом наклею потому что ведь еще вот это тоже отклеилось http но это все видите приклеена на двухсторонний скотч вот это http очень зачем что это такое я вообще не знаю по идее это не надо я все в пакетик сложу просто наклейку skoda новую куплю я все равно хочу эмблемки все заменить заменю эмблемы и куплю вот эту как раз новенькую поменяю тут дэмблем еще проблем до хрена дворники я так еще не заказал значит дворники надо бампера починить надо я хочу попробовать паяльником хотя бы передний бампер вот эту губу здесь а губу надо сделать ремни надо это надо вот с этим это самая дорогая подушка меня уже заманали ездишь с дыркой в руле ну 25 тысяч рублей подушка стоит я не дочь миллионера как бы чтобы сейчас взять и выбросить такие деньги да мне диван нужен понимаете который стоит грубо говоря там сколько 30 до диван стоит 30 это не мне сигналит интересно мне диван нужен 30 тысяч стоит и подушка безопасности 25 короче ладно сейчас поеду короче выдвигаться в сторону там подожду пока колпаки сниму пока туда им всю дым заехал в руки помыл все так что как-то так команда дачу по имя на даче хорошо машину помою еще на двигатель помыть обязательно потому что после зимы я всегда мою в общем все это надо будет сделать вот хотите работать петровичи вот ваша машина будет вот так всегда проседать я ни одну машину из петровича не видел чтобы она не была вот такая просиженная взять и какая там подвеска там наверное вот у него это пижо или citroen что это такое неважно там балка наверно меняется два раза в год еще и колеса у него спущены мама дорогая это это вообще это треш нет мне предлагали в петрович надо идти работать я сказал не 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 короче ребята я приехал я правда не знаю где конкретно тут он какие-то сервисы много брошек смотрите что я увидел пойдемте посмотрим газ-22 и причем это газ-22 какая-то необычная и где-то видел она по вам продавалась что ли смотрите какая колеса какие стоят на ней причем одни резина одна резина такая а другая такая какие-то этим ну резина стоит здесь по моему но это точно не волговская по моему отчеты типа победа 4 на 4 счет такого ну так да крылышко конечно шпакли килограмм но это все восстанавливается у кого бабки есть у кого бабки есть тот восстановит принципе как как донор как просто под восстановлением почему бы нет вполне в общем я так посмотрел я с задней двери уберу остатки клея и ничего вообще клеить не буду я посмотрел эти наклейки ни к чему вообще они горят плохо клеются отклеиваются и шильдики эти менять я не буду я посмотрел тоже люди пишут что на переднюю морду плохо встает не приклеивается я посмотрел свои значки они идеальные несмотря на то что машине 14 лет значки идеальные это мне сначала что-то показал думаю на хрен я буду заморачиваться деньги тратить на всякую херь не нужную простите за мой французский оставлю все как есть здесь это самое зачищу от клея и пускай будет без надписи на хрен надо он многие наоборот покупая новые машины такие как лада или китай они сразу эти все значки склеивают они нафиг не нужны по идее я лучше куплю тонировку сделаю тонировку назад обязательно и куплю этот самый как он называется там плавник хочу поставить антенну плавник вот вот это я куплю потом а наклейки тени будут зачем я сейчас сниму эти наклейки которые хорошо держатся ну логотипа имеется ввиду приклею новые они будут еле держаться и все это потом отвалится на хрена это надо а буковки я пакетик уберу и пускай лежат потом если что выбрасывать я это не буду ну вон они они сейчас я покажу вот такусенькие малюсенькие буковки то че им нахрен они нужны я их домой отнесу и все по идее они нафиг не нужны ну фабии фабии люди так кому надо тут так знаешь это фабия поэтому а я так понимаю что наверное когда мне зато ремонтировали то видимо и буковки эти переклеивали и наверно вот плохо и приклеили я не думаю что завода бы они приклеили они так бы держались хреново мне кажется на на их переклеивали можно конечно эти попробовать на двухсторонний скотч наклеить но она мне надо абсолютно нет тем более вот это вот как она называется http на хрена но надо можно принципе его только приклеить нам на двухсторонний скотч попробовать но и то тоже есть ли смысл не знаю не вижу смысл меньше меньше грязи там будет собираться под этими наклейками между прочим это еще и хуже под этими наклейками собирается грязь постоянные там в этих местах ржавеет и гниет пусть лучше будет чистая дверь чтобы ее можно было мыть между чем там будет всякая хрень собираться хотел кстати еще пороге накладки на пороге продают тоже но тоже говорят плохо приклеиваются я так подумал ну хорошо приклеится не хорошо в щель будет попадать туда грязь там будет эта грязь постоянно не вымываться и там будет порог гнить а мне еще порог делать надо вот что я тут это раздухарился мне же порог еще надо дырку в пороге заделывать как-то чем-то поэтому мне не до наклеечек сейчас это так мысли хотел так знаете попантоваться а потом думаю на хрена но надо я на дачу приеду машину хорошо помою эти остатки клея сниму и все нормально будет приведу здесь все в порядке у меня других тут проблем заморочек полно вот как-то так охренеть как он пронесся чуть бабку не сбил вообще жесть это гаишные эвакуаторы чтобы понимали вообще трэш короче погнал я в гараж потому что ну я так понял что мы не допоняли друг друга сидеть целый день она я не хочу сейчас поеду в гараж махну колеса пока месть вот думал сейчас включится по кнопке он комитет по транспорту а вот вот комитет по транспорту не хочет штрафануть водителя за такую езду нет вообще он они сейчас матизика этого хапнут вот короче то место где я врезался тогда очень сильно я это место терпеть не могу вот отсюда выезжала короче пацаны на жиге в темноте а здесь машины были припаркованы я их не увидел короче и мы я в них прямо и влетела они в рассыпную бежать но я вам это рассказывал уже вот короче думал включиться по кнопке домой а кэфа вообще нет его нет от слова совсем я хз не знаю поэтому сегодня не буду я даже на линию вставать сейчас пойду колеса поменяю и и как бы все дяденьки с носом такое вот ладно погнали в гараж тогда чё зря время терять да и кушать уже хочется короче на чем меняем колеса эти два уже поменял до резины конечно уже сколько я на ней езжу надо бы по идее летнюю резину покупать короче все тут надо сейчас покажу что снизу пить но здесь только течет цилиндр а вот с этим колесом я его снимал там внутри что-то обидим отвалился кусок чего-то вот и вот оно колесо вот его по идее потом надо помыть хорошо от этого тормозухи от этому эти зимний плохо что конечно я сейчас лето меня ну ладно это я потом если что тоже помой ну кто так ребята уже весь грязный как я заколебался с этими колесами бляха кажется вроде просто смотрите да расковырял увидите чё не знаю там внутри глубоко и как бы хрен его знает что там надо будет вот сосед по гаражу будет он пороги варит может быть какую-то заплатку мне туда заварить до резина конечно но еще сезон поедет она будущий год над резину покупать наверное короче все начало тут сыпаться все ну а чего вы хотите ребят за 14 лет практически с машины я ничего не делал так не бывает вот ну ладно в любом случае надо за лето ее приводить порядок а потом уже думать чё как не знаю пока ребят пока не знаю вот как-то так а жуженька стоит пока ждет своей очереди короче заехал я вот наш этот автосервис знаете чё они мне сказали а выиграть не меняем со своими запчастями я говорю смысле у меня новые запчасти куплено мне их только поменять мы ведь не меняем только со своими ну конечно мне бляха муху сейчас накрутите но я грыз что она ведь ну ищите где хотите прикиньте они теперь какую мутку сделали мы со своими запчастями не принимаем игра ничего меня блять паленые что ли простите за мой простите за мой французский речо охренеть вообще я в шоке просто ладно буду искать где со своими меня оказывается вон еще как можно встретить 6 так ну что ребята всем привет в общем у нас праздники проходит вообще просто впустую вчера день коту под хвост в общем я щас обзваниваю все сервисы цены просто конские сейчас позвонил я еще смотрю же сервисы я смотрю чтобы блин от машине жарко на улице холодно в общем смотрю сервисы по звездам по рейтингам понятно что пятизвездочные они самые дорогие в общем спрашиваю сколько чего поменять он мне говорит старайте замена ой снятие только барабанов задних 5000 рублей я гребят вы ничего не перепутали 5000 рублей снятия барабанов вы о чем два таких шплинта открутить и снять отстучать молотком барабан можно поменять самому но дело это все в том что там уже все это менялось давным давно цилиндры не менялись вообще и там только тронешь понимаете что нибудь посыпется и что я буду потом делать в полу разобранном виде брошу тачку в гараже тут хоть автосервис если что там как-то чего-то а я понимаю если бы это было все грубо говоря в приличном состоянии туда а колодки последний раз задние я менял я даже не помню в каком году в году в семнадцатом наверное ну из-за того что я на машине практически не ездил поэтому они были бы они требовали замены все по идее то я говорю сейчас туда только влезь и начнется вот такая вот фигня вот потом мне через какое-то время пишет ой извините я ошибся я перепутал не 500 не пять тысяч а две с половый значит две с полтиной снять только барабаны пост столько же значит получается снять колодки и они колодки по 1000 а цилиндры подвес половой по моему ну где-то около десяти тысяч я чуть как-то в шоке пребываю я конечно понимаю что настолько все подорожало ну блин я просто имею представление что это такое я считаю что 10 тысяч но это чересчур мне первый сервис насчитал 7 500 я считал что это дорого а по факту получается что нихрена это недорого это получается с половиной это вообще шикардос был болен в общем короче не знаю о чем прикол вот по поводу значит работа коэффициент вообще не горит уже второй день просто сегодня последний день апреля и я не знаю короче если вот два дня он нихрена не горит не знаю что будет с мая месяца ну видимо на празднике никому ничего не надо но извините меня катать яндекс по полтора рубля ой по полтора к fkf 1 и 5 но сами понимаете скупкой заказы будут по 100 рублей то сколько надо будет заработать чтобы по 100 рублей вот поэтому я честно говоря хз чё как вот поэтому сейчас пойду схожу у нас между лентой что пойду магазин зайду там у нас между лентой есть автосервис туда зайду узнаю к этим меня чё-то не хочу больше идти обращаться я посмотрел у них рейтинг вообще упал у них сейчас рейтинг 42 вот мужик сказал что что-то ему там сделали сделали плохо плюс короче говоря тема такая что они делают это очень долго долго они мисси тренда доделали две недели не хочу и большую часть времени у них тачка просто стояла и в общем но сделали то вроде может и неплохо но что-то замок все равно у меня через три месяца начал опять финты выделывать поэтому не знаю ладно сейчас пройдусь тудым-сюдым посмотрю чё как а вот с дачи пока тоже непонятно ничего потому что ну как бы по идее ехать надо в то же время на два дня туда-обратно как бы но тоже нет смысла потому что вы сказать выходные пасха там потом опять выходные и как-то все не туда не сюда в общем не знаю как все на смарку как это эти праздники все идут как-то на смарку и толком не работать думаю может хоть масло хотя бы купить а по поводу масла в запорожец решил у кристина вот когда был в этом галереи и сорокина вот у нее на страничке в телеграмму кристины задать вопрос ребят кто ездит на запорожеца кто какое масло заливает и пишет мне мужчина я просто я когда читал я просто вот пребывал в таком неком шоке ну как так логика где я спрашиваю какое лучше заливать масло тудым-сюдым а мне пишет но вы же понимаете что в то время когда ездили на запорожецах никто еще не знал про синтетику полусинтетику лили просто минералку поэтому не зачем вам лить эту синтетику лейте минералку но я бы залил полусинтетику 10 в 40 рука лицо 10 в 40 пол я говорю я ему я ему объясняю я залил полусинтетику 10 в 40 она не подходит она жидкая слишком то есть масло надо такое мотоциклет просто понимаете минералка она слишком густая но мне говорят ну ты же не будешь ездить на нем зимой поэтому тебе какая разница езди летом и все ты вольно на два раза как какая тебя нахрен разница по идее по факту так и если он будет купить себе лукойл 10 кто-то пишет минералку вообще не ли ягра слушайте как вы задолбали а кто-нибудь даст конкретный внятный ответ понятно что ликви моли или матюль я не могу купить за 7000 как бы но это через чур это пол стоимости моего автомобиля считаю не полу ну там сколько там 1 1 4 вот и в общем короче хз не знаю в общем майские праздники проходят просто в режиме день тюлень и не поработать и туда не сюда и пытался найти автосервис которым я менял передние колодки но это было в двадцать первом году контакты не остались он кстати у меня поехала соседка не с мужем на вдвоем ездит на гольфе трехдверно тоже уже вся ржавчина пошла но я говорю ребят так не бывает чтоб ездить на машине не повырялась держать вот ладно короче сейчас пойду сервис хожу узнаю там чё как сколько там возьму ты а еще вот еще в чем прикол со своими со своими запчастями не ремонтирует большинство а мне другой знаешь почему потому что они гарантию тебе тогда не дадут я игра какая разница что а я так купил зекер что они мне так заказать они тебе не будут заказывать зекер то они закажут по низу рынка тем более у них уже есть контора с которыми они сотрудничают они где просто там закажут и все никто не будет выяснять дорого тебе это или нет самосервис у нас закрыли можно было бы поехать на самосервис но его закрыли все там на месте него будь дом построен и в сам дел то на 6 секунд я тебе и сам поменяю если у тебя есть домкрат и ключи я гром у меня есть все и заткнулся а ему какой-то чувак пишет ну да ну да просто так это же барабанные колодки а оказывается барабанные колодки менять сложнее чем дисковые а я помню что я задние колодки менял сам я их короче разобрал стал ставить и там что-то надо было короче сделать мне не получилось мне тогда папа помог а сша мне помогать некому ну и поэтому как то так ну ладно придется если что там делают за 7 500 а что делать ребят других вариантов нет ездить то надо тем более что там уже что-то тем более что с этой стороны уже колодка совсем пришла в негодность 120 уже с это еще ничего с этой то есть поговорить такая ситуация с этой страны меня колодка в совсем негодность пришла с той цилиндр в общем все это надо менять и заодно потом сохранить контакты потому что у меня передние колодки еще нормальные но уже диски как бы уже подходит и там надо быть сразу и диски колодки передние менять еще а чё ты хочешь ездить хочешь ничего при этом и дело так не бывает ладно пойдем сейчас туда сходим сюда и узнаем чё как на погода конечно вроде на солнце жарко так прохладно короче зашел тут в сервис я говорю ребята игру колодочки поменять с цилиндрами какая машина шкодов фабия барабаны у вас да ой вы знаете не знаю то 2 кота чугать не поменять то поменяем 1290 рублей откуда чесет что-то как-то это он такой не 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 дано ветер меня не слышно не 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 говорит сейчас ребят этот ему первый год не 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 там барабаном но это сложнее но мы сейчас вот не можем где-нибудь только в конце недели я горнул кей сколько стоит то будет взял пиркулятор и давай насчитывать он кстати смотрите какой пыжик грузопассажир прикиньте я первый раз такой вижу нормально так грузопассажир прикольно но они были такие ну я таких практически не видел короче он начал насчитывать что-то на клавиатуре там на этом на калькуляторе что-то набирал 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 и говорит такой ну от семи с половиной тысяч а там посмотрим может быть дороже ну где-то 12 у меня шары вот так по полтора косяк ребята у вас что там руки супер мега золотые что я говорю снять барабан снять две колодки и цилиндры если по мне не нужно было цилиндр меня я бы колодки сам поменял просто там цилиндр я боюсь что ты тронешь а он не встанет и там специально нужно как-то экспрессовывать там еще как-то короче ну 12 от семи с половиной до 12 тысяч я в ребят это через чур я передней колодки меня за пятихатку я же я в шоке просто ребят я просто в шоке да чё-то ребята я в шоке двенадцать с половиной тысяч двенадцать с половиной тысяч у меня волосы на голове дыбы а сколько сто чоков что долларов я в шоке 12 с половиной косарей прям а это там 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 барабаны там так сложно нет ну там действительно как бы сложно не до такой же степени в общем трэш ладно пройду сейчас здесь показывать вам ничего не буду вы так все это видели куплю что мне нужно и домой вот как то так будем искать дальше хожу по магазин думаю кто мне название там не какой-то звонит чувак на хавита по запорожству зовут его нерсес робертович я даже разговаривать не цели до чем будет разговор я уже с одним таким разговаривал он мне на уши сел тогда помню я ничего не понял из того что он мне сказал и просто тупо вы звонил чтобы со мной поговорить нет не хочу чё надо пиши сообщение открыто смотрите какой я вам его как-то показывал его восстанавливали красили красили в металле покрашен плохо но вид все равно имеет но судя по всему красили прямо ой очень плохо крашен и прямо по по каким-то таким эти кузов мяты и там памяти нам так это знаете примерно что получилось то же самое как у меня это так что продается и стоит она что-то не силы денег что-то по моему 300 за нее хотят еще дороже но в общем не он смотрите уже все разворовано стекло выбили ничего опять сходил в ленту ничего не взял 700 рублей есть нечего а яйца как перед пасхой подорожали яйца как перед пасхой подорожали 140 150 и все битые и мало того что они битые так они еще и куда там двухнедельной давности вообще жесть какая-то ребят вот люди просто сумасшедшие они даже не сумасшедшие они бессмертные муж видимо женой сейчас выскочили перед теткой на красный она их чуть не сбила на фанфары они в сторону надо скачать на это все для того чтобы успеть сесть на трамвай вы чё ненормальные вы же можете не успеть на этот трамвай вас шибут нахрен и все да и хрен на этот трамвай успеешь на следующее а потом водителю отвечать да вот так вот если что и причем ведь это все на пешеходном переходе и если нет видеорегистратора и не доказывай по какому сигналу они бежали в дом вообще просто люди ядрю я хреневая вообще просто трэш какой-то это бэха ездит да ладно помните я вам ее показывала на парковке стоит там где я машину оставляю когда заказ внизу она ездит охренеть у нее же там шаровая была или что там да она на боку я на ездить 6 как на это можно ездить я на запорожце боюсь выезжать иной раз а тут на таком ездит в эти вот как можно ездить на этом охренеть я в шоке ребята я просто в шоке он еще на ней несется так там же отвалится по дороге что нибудь капец как так мог встретить у гаишники остановит вот надо кого останавливать потому что это же потом не дай бог что-нибудь отвалится сколько может сами пострадают и другие тоже просто жесть ребята я в шоке так ну что ребята всем привет я еду вот по такому гаражному кооперативу в общем колодки и цилиндры поменены все таки мы договорились вот ну как бы все сделали но в следующий раз следующий раз надо менять и барабаны и весь репкомплект и спереди надо менять диски в общем менять надо все ой какие тут крысы что ли или мыши бегают хрен его пойми вот значит сколько мне обошлось по деньгам не спрашивайте потому что это по знакомству но не бесплатно то есть я дал денег сколько я вам ребята не скажу но огромное спасибо человеку за то что он мне все это сделал работа тяжелая вот поэтому любой труд должен быть оплачен так что если кто-то думает что это на халяву нет я всегда плачу деньги я не люблю так потому что человек работает выполняет свою работу вот как-то так вот идут две женщины а у них вот такая свора собак вот мне интересно им зачем они их разводят собаки дворовые явно что они их не разводят значит это их собаки вместе с ними живут представляете это сколько надо тут кота-то прокормить денег сколько надо тут сколько собак интересно интересно в общем я вот так вот сегодня посмотрел там правый цилиндр он весь потек там все было в тормозухе в этой пришлось там все чистить с левой стороны цилиндр его просто выдавило там чуть подкапывала но там жидкости практически не уходило стои меньше но там вот эти все пружинки уже такие негодность пришла мне кстати говорили про ремкомплект но я что-то как-то но пока вроде слава богу держится но до следующей замены я посмотрел барабаны недорогие 2000 штучка поэтому потом я куплю при следующей замене колодок поменяю вот и прикинув все это я понял что до работа достаточно такая кропотливая имеется ввиду с этими со всеми мелочевками там именно установить правильно все пружинки там надо понажимать один нажимает другой там это потом прокачать тормоза но двенадцать тысяч ребята 12 тысяч за эту это через чур мне мне делали машину когда получается что мне полностью меняли все то есть там вот cintroen когда мне делаешь там замок чистили там все это мне сама работа обошлась где-то там запчасти 20 и работа где-то 17 тысяч но мне там извините менялись цепление мне там меняли коробку мне там меняли что-то еще сложно а здесь просто поменять колодки 12 тысяч нет я говорю ребята вы что-то по-моему там совсем охренели они как ну не хотите не меняйте ну естественно а это вак я гульную что какая разница вак это не вак колодки они в африке колодки они меняются практически ну плюс-минус везде одинаково ну за исключением того там диски цилиндр эти диски или барабаны вот и все ну ладно поменяли слава богу все душа теперь спокойно ребята вот как вы думаете сейчас я вам покажу ой не уронить бы не знаю так не видно но очень продолговатая коробка как вы думаете что это это подушки я честно говоря думал что подушки придут две подушки в пакете как обычно они вот в такой коробке сейчас приду домой буду распаковывать что это такое барсик на барсик нюхай да так ну что что-то меня очень терзает смутные сомнения что в этой коробке подушка и не сейчас посмотрим да вот так выглядят две подушки